Итак, всех приветствую! С вами я, Алексей. Вы смотрите YouTube-канал Paradigm. И, в общем-то, у нас Итачи Сусана на обзор. Чисто вот так вот, да. Я не ожидал, что когда-нибудь его удастся обозреть. Кто такой Сусана Итачи? Ну, вы знаете, это ниндзя на века, так скажем. Крайне трудно его получить и так далее. Ну и, в общем-то, да, оказалось, что не удастся что-то там скрыть от кого-то там. Ну, он поймет, потому что везде типа пишутся ник и так далее. Так вот, в чем прикол Итачи Учиха? Кто он такой? И где он берется? Значит, он берется много где, но везде вот здесь вот он падает по одному фрагменту где-то за одного рара. Ну, то есть, получается, на 50-60 свитков он падает по одному, по два фрагмента. И два фрагмента это еще повезет. В принципе, если его напрямую за купоны покупать, хотя такого не бывает, но, по-моему, было парочку ивентов, где его можно было более-менее стабильно покупать за... Внимание! 700-800 купонов за один фрагмент Итачи Сусана. Так что вот такие вот дела. У этого парня он уже есть. И, кроме того, еще и 27 фрагментов. Если что, у меня сейчас 30 фрагментов Итачи Сусана из 80-ти, и при этом, то есть, нету самого Итачи Сусана. При том, что я фритуплейно играл, как бы, два года или сколько там. Ну, больше полутора годов. Значит, теперь здесь смотрим. Здесь у нас этот... Ката Мацуками. Ну, замечательная билка, мгновенная. Значит, Ниндзюцу, ну, естественно. Наносит вражеской цели урон от Ниндзюцу и на два хода накладывает на него замешательство. После применения два раза подряд требуется перезарядка в течение четырех ходов. Значит, течение четырех ходов. Течение четырех ходов. Значит, два хода подряд по этому, по дебафу. Единственное, что в современной жизни, как бы, его используют... Ну, можно использовать или с кушиной, которая снимает защиту от дебафов. Или же, ну, с вот той вот красный перец. Ну, на Европке. Здесь же вроде кушины нету и так далее. Но после того, как она появится, это, конечно, будет мосхеф. Или же Хан. Хан тоже снимает, как бы, часть защиты от дебафов. И это тоже полезно. Потому что его обилка, она хуже, чем у маскедменов. Маскедмен, он им мобайлит именно вот через это. Через защиту от дебафов. Ну, кроме джинчурика. А такие обычные команды, он им мобайлит через защиту. Значит, а у Итачи такого нету, к сожалению. Вот это его недостаток. Преимущество, конечно же, два хаоса подряд в два хода первых. А учитывая, что, как бы, у нас зачастую как раз первые пять ходов, ну, это пять, это много. Зачастую два-три хода, вот в первые эти ходы решается все. Иначе, если против вас Кэнсер, он вас побеждает. Если же вы Кэнсер, то вы побеждаете. Вы понимаете. Поэтому, таким парням лучше иметь вот такого вот чувака. Значит, эффект замешательства, расход чакры 2, подготовка навыка нет. Это офигенно. Ну, первые два раунда кастует. Перезарядка четыре хода. Ну, после двух кастов. Значит, Сусана, мечта Цука. Тай и Нинса, стихия огня. Атака всех противников авангарда. Это авангард, это вот, собственно, передняя шеренга. Большой шанс применить отбрасывание. Это прикольно. Если убить этим на окном противника, он не сможет воскреснуть. Вот вам против курза тхиданов всяких. И джинчуриков некоторых, которые воскресают. И тачи очень неплох. Также, насколько я помню, если срабатывает это отбрасывание. Вообще, отбрасывание это такая штука интересная, что оно бьет, получается, как это, как шахматный конь. То есть, оно, если срабатывает отбрасывание, то все противники за отброшенным противником получают урон. Вот. Так что, это вот важно знать. Это почему отбрасывание такая редкая штука. Значит, Ясака Магатама. Жесть. Тай и Нин со стихии огня. Связка с отбрасыванием на подкидывание. 100% шанс крита. То есть, он чизится на себя. Ну, а я думал, блин. Ну, это так себе. То есть, критует всегда эта штука. Просто урон с критом. Ну, неплохо, в принципе. Учитывая, что у него еще есть тут связочка. Второй чиз. Ниндзюцу со стихии огня. Матерасу. Ну, а матерасу мы любим. Связка с высоким подкидыванием. С высокого подкидывания на обычное подкидывание. Комбо 10. То есть, оно именно делает комбо 10. А не чизится на комбо 10. Возгорание на 3 хода. Да. Ну, не знаю, насколько это так эффектно. Высокое подкидывание. Подкидывание в возгорание супер комбо. Ну, естественно. То есть, поджигание на 3 хода против хилеров неплохо. Хотя, хилеры отхилятся. А я не помню, а матерасу оно хилится или нет. Значит, дальше. Последнее. Сусанна, зеркало, ята. Иммунитет к подкидыванию. Высокому подкидыванию. Отбрасыванию, прокидыванию и ослаблению. Короче, это супер броня плюс иммун к дебафам. То есть, вы понимаете, насколько это круто. У вас и к дебафам иммун. И, короче, к этим. К чизингу урон. Это очень комбинация. К комбинациям. То есть, это очень-очень-очень сильный, мать вашу, ниндзя. Это очень-очень-очень-очень-очень сильный ниндзя. Ну, и я вернусь чуть... Да, и Тачи, конечно, это... Это такой товарищ, которым можно гордиться. Значит... А, пятизвездный киллер Пи. Ну, я на самом-то деле комбо сюда не ставил особо. С отбрасывание на подкидывание с высоким подкидыванием. Слушайте, давайте-ка мы, наверное... Здесь есть какая-то связка на подкидывание? С опрокидыванием высокое подкидывание. Нет. Короче, сейчас верну. Короче, ну попробуем так. Я вроде бы там поставил, чтобы хотя бы комбо его посмотреть. Значит, смотрим. Он у нас... Ну, это и Тачи. Блин, это мужчина. Мужик настоящий, блин. Конечно, мужчиной быть плохо, но если вы и Тачи, то как бы... Ладно, уже можно смириться. Да. Все-таки самый, типа, такой мощный из мужчин. В Наруто. Значит, Каноха. Бафается Ирукой. Я, кстати, хотел его с Ирукой поставить, но потом передумал, потому что его часто с киллером Пи ставят. Значит, Каноха. Значит, Акацуки. Бафается Конно. То есть, по идее, Конан будет ему бонусы давать. А это уже интересная связка. Особенно... Хотя нет, Энджел Конан не дает. Ну, в общем-то, Пейны-то они не будут его бафать, а вот Конан вполне себе может ему и щиты дать, и все остальное. Поэтому можно попробовать такую фигню. Улучшенный геном никем не бафается, по-моему. Клан Учиха. Ну, кем-то бафается. То ли Мадарой, то ли... Не помню кем. Шисуем, по-моему. Ну, Шису и там, типа, чисто дает это. Дополнительную атаку, насколько я помню. И, короче, скрытые техники. Это ГГ огня. ГГ огня, несомненно, их бафает. Ну и давайте же посмотрим. А, нет, мы забыли. Мы забыли самое главное. То, что вы не сможете посмотреть, не увидел самого Итачи, короче. Значит, потенциал здоровья 1875. Потенциал атаки 1816. Потенциал защиты 1345. Потенциал ниндзюцу 824. Потенциал сопротивления 1064. Так. Ну, потенциал атаки самый крупный. У него, как бы, один скилл самарит террасу. Он ниндзюцу. Но у него самая мощная автоатака. И, как бы, потенциал атаки ему тоже нужен. Не уверен. Не уверен насчет того, что у него потенциал атаки самый большой. Но давайте проверим подробно. Короче, вот здесь вот. Значит, 1928. 1800. То есть, по здоровью не такой уж он и крутой. 1500. Вот, блин, ну, по атаке хорош, хорош, хорош. И по остальному он тоже. Вот что, по ниндзюцу как-то вот слабовато. Да, по ниндзюцу у него слабовато, конечно. Это странно на самом-то деле. Но его главная атака, вот видите, она ниндзюцу тоже. То есть, то, что у него слабый потенциал ниндзюцу, это его самый большой недостаток, наверное. Значит, ну, и давайте же, наверное, с тремя отрядами клонов сразимся, чтобы показать вам, что он атакует, короче, по всем полям. И вот эта вот атака. Акакий-коваврат, жесть. Кто-то просит помощи. Ну, простите, я уйду-то, а да, пусть они помощь свою просят. Так, смотрим. Ну, естественно, мы можем... Вы посмотрите, что он творит. Видите, всех троих. И причем довольно сильно долбанул. Вот так вот его обилка. Бах. И просто накладывает. И, кстати, вот почему его с киллером Пи ставят. Четко как-то он не критует. Это странно. Так, как-то подлагивает, или что это происходит? Интересно, он будет всех вот этих вот атаковать? Давайте посмотрим в следующем ходу. Во, вы посмотрите. Вы просто посмотрите. На паузе там, или как вы это делаете. Всех атаковал. Вы видели? И даже некоторых, короче... Во, вторая атака от киллера Пи. Да, каждая атака Итачи заставляет трепетать противника. Это просто-просто ниндзя на века. Фух. Жесть. Как жаль, что он настолько донатный. Тем не менее, даже я еще через два года смогу его получить. Да. Вот именно поэтому люди завидуют донатерам. Потому что, ну и вообще, то есть, их не любят. Потому что, типа, такую штуку получить, это... Это, короче... Сразу создается впечатление, что ты там какой-то ущемленный. Так, ну, попробуем еще раз. Надо же вам, типа, показать побольше геймплея, потому что... Ну, хотя, многие, наверное, уже показывали какие-то... Во, Чиз. Вот так вот работает Чиз. Так ведь? Он один был или два? Я так и не понял, что только что произошло. Киллер Би, кстати, он Чизкилл брочил. Учишь, что с ним такое произошло? Так. Бам! Что он творит? Это просто ужас. Бам! Первый Чиз, второй Чиз. Так, Ясака Магатама и Аматерасу. Да, все Чизы показали вам. Так что, такие вот дела. Удивительно, что Черепаха Гая не зачинилась, потому что, вроде бы, же, она у нас есть. Так. Пампс. Ну, давайте, короче, мы просто убьем их всех, потому что у нас есть такая возможность. И посмотрим, кто нанес больше всего урона. Я думаю, вы догадываетесь, кто нанес больше всего урона. Так, 35 тысяч, нифига себе. Пять. Это. Вот. Значит, смотрим, сколько урона кто нанес. Ну, как вы видите, вот и Тачи в основном все нанес. Так что, вот такой вот парень. Что я могу сказать? Ну, в ГНВ он всегда рулит. Его, как бы, только туда и брать. В остальных, то есть, ну, да, он рулит. Он рулит и в обычной игре и так далее. Но на 95 уровне и вот с выходом других каких-то ниндзя, он, конечно, будет сдавать позиции. То есть, ну, не каждый, например, мало кто вообще из донатеров, например, использует у нас на английской версии этого. Хашираму и детенциейного. То есть, ну, вы поняли. И мало кто многих других ниндзя использует. Мадару, например, мало кто использует. Потому что есть, во-первых, более крутые ниндзя. Во-вторых, с такими ниндзями, то есть, супермощными, команду зачастую, то есть, трудно построить. Какую-то нормальную. То есть, есть, конечно, если ты вот самый топовый, вот 160к у тебя мощи, то ты можешь тупо, короче, напихать всех самых крутых ниндзя и тупо понтоваться. И тебя все равно никто не победит, потому что у тебя и так мощи на несколько, там, десятков тысяч больше, чем у кого-либо еще. Но грамотные, если команды строить против такого же, как ты, по мощи, то там гораздо все сложнее. Ну, а на этом, пожалуй, я закончил обзор Итачи Сусана. Встретимся на обзорах других замечательных ниндзя. Всем до свидания.